Добрый вечер, в эфире Весь Карачаево-Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Сегодня Карачаево-Черкесию посетил директор Федеральной службы судебных приставов, главный судебный пристав России Дмитрий Арестов. В рамках рабочей встречи с главой Карачаева-Черкесии Рашидом Темрезовым обсудили различные аспекты взаимодействия с целью выполнения задач по укреплению законности, правопорядка и созданию условий для надлежащего обеспечения правосудия. Также говорили об итогах работы приставов в республике за минувший год. Наблюдается позитивная динамика. С судебными приставами завершено на 16 тысяч исполнительных производств больше, чем за 2021 год. Рашид Темрезов поблагодарил Дмитрия Арестова за его вклад в систему обеспечения законности в республике и вручил ему юбилейную медаль к столетию Карачаева-Черкесии. В России зафиксировали первый случай заболевания новым штаммом коронавируса – Кракен. Случай заболевания зафиксирован в Пензенской области. В пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что новых ограничений в связи с выявлением Кракена вводить не планируется. В то же время важно соблюдать меры личной санитарной безопасности, отмечают в ведомстве. О том, чем опасен новый вирус, в чем его отличие от других штаммов, рассказал главный санитарный врач Карачаева-Черкесии Сергей Бескокотов. Признаки те же самые, как у любого острого респираторного заболевания или коронавирусной инфекции. Это головная боль, это температура, это какие-то признаки надофаренгита и так далее. Ну и, конечно же, в любом случае это вирусное заболевание и нужно сразу же обратиться к врачу и начать специальное лечение, как от любого вирусного заболевания. Естественно, больной должен быть изолирован от других своих родственников, сотрудников на работе. Он должен находиться в отдельном помещении, чтобы не исключить заражение других людей. Сегодня день российской печати. Уважаемых журналистов, сотрудников печатных СМИ поздравляет глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Сегодня, как и много десятилетий назад, в те времена, когда печатные СМИ были самыми авторитетными и практически не имели конкуренции, наши республиканские газеты отличают очень важное и ценное журналистике качество – обстоятельность. Именно она влияет на печатные средства массовой информации в наш стремительный век оставаться востребованным и нужным источником информации. В день российской печати министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил журналистов, представителей федеральных, региональных и ведомственных средств массовой информации. Этим творческим людям присущи высокий профессионализм, активная жизненная позиция. Их яркие и неординарные материалы всегда вызывают большой интерес у широкой аудитории, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Среди награжденных и журналисты холдинга ВГТРК Андрей Медведев, Андрей Малахов и директор нашей телерадиокомпании, заслуженный журналист Карачаева-Черкесии Светлана Казиева. За вклад в освещение деятельности министерства ей вручили нагрудный знак МВД России, за вклад в освещение деятельности МВД и многим другим представителям СМИ России. А в Доме печати сегодня по традиции наградили отличившихся представителей средств массовой информации Карачаева-Черкесии. О знаменательной дате, о тех, кто ее отмечает и о предыстории праздника в материале Ахмата Халкичева. Сама дата 13 января, хоть и учреждена как день профессионального праздника чуть больше 30 лет назад, имеет весьма глубокие корни и предысторию. Как известно, до первой половины 18 века в России регулярно печатной прессы не существовало. И только в 1703 году высочайшим велением самого императора Петра I в нашей стране начала издаваться газета «Ведомости». А первый ее номер вышел в свет именно 13 января. Предваряя награждение, к виновникам торжества обратился министр по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Альберт Кумуков. Хочу поздравить вас, поблагодарить за этот важный труд во благо всех нас. Кроме поздравлений, благодарственных писем и грамот руководителей республиканских изданий, также отметили памятными медалями столик Карачаева-Черкесии. Именно регулярные газеты, издаваемые на всех пяти государственных языках республики, как раз и повлияли на становление нашего региона и во многом определили векторы его развития, отметил министр. А у некоторых печатных органов, которые немногим моложе объединенной Карачаевой-Черкесии, в этом году свой юбилей. Мы вам обещаем, что мы к нашим юбилеям подойдем с нормальными тиражами, с хорошими тиражами, с интересными публикациями. Будет продолжен наш проект Кунацкая, который очень тепло воспринимается нашими читателями. Помимо руководства самого профильного министерства работников печати, за их каждодневный и крайне важный труд пришли поблагодарить и представители различных ведомств, учреждений, общественных движений и организаций. Если политики заботятся о светлом будущем, если историки заботятся о светлом прошлом, поверьте, журналисты заботятся о светлом настоящем. Когда ценят твой скромный труд, когда ты читаем, вот это важнее всего. Важность ответственного подхода к своей работе людей, чья профессия быть глазами и ушами нашего общества отмечали все. Ведь от ракурса картинки и знаков припинания, которыми автор оставляет акценты в своем материале, напрямую и зависит, когда спримет информацию потребитель. Это очень важнейший инструмент и спасибо огромное всем работникам средств массовой информации, которые работают на укрепление межнациональных отношений и в регионе, и в России, а также которые работают на сохранение всего нашего государства. День российской печати является профессиональным праздником для целого ряда профессий. И это не только работники средств массовой информации. Без внимания не оставили всех, без чьих стараний и труда невозможно было бы сама утрасить печати. В числе награжденных и наши коллеги Мураджель Кёзов и Умар Тикеев. Ахмар Халкевичев, Олег Мухожев, Вести Карачаево, Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok ОКОМНЫЙ КОМБИНАТ Воспитанникам детского сада «Солнышко» города Карачаевска легче будет определиться с будущей профессией, потому что в этом дошкольном учреждении ведется научно-экспериментальная работа ранней профориентации знакомства с профессиями 21 века, в рамках которой дети побывали в гостях в различных учреждениях республики и попробовали себя в роли врача, сотрудника водоканала, увидели работу труженика села и не только. А теперь руководители учреждения, помогающих в воспитании подрастающего поколения, пригласили в детский сад «Солнышко» на творческий концерт. Из Карачаевска репортаж Аллы Динаевой. Мероприятие началось с приятной миссии. За большой вклад в дело воспитания подрастающего поколения и в связи с 70-летним юбилеем. Заведующая детского сада «Солнышко» Любовь Азретовни Семеновой, начальник управления образования Карачаевска Эльвира Эдзиева, вручила почетную грамоту. АПЛОДИСМЕНТЫ За наше драгоценное, бесценное, старший товарищ, друг, наставник, от всего нашего дружного коллектива, коллектива занятующих, от имени всех нас, разрешите поздравить вас с вашим замечательным юбилеем, пожелать вам здоровья, счастья, и чтобы вы долгие-долгие годы впереди нас, возглавляли нас, сообщество заведующих нашего округа, были примером, поддержкой. Гостям, приехавшим на творческий отчет, дети показали достижения в творчестве, умение креативно мыслить и выразительно читать стихи. А участники кружка «Ораторское искусство» записали свое первое интервью. Которое они брали у гостей творческого отчета. Скажите, пожалуйста, кем вы мечтали стать в детстве? Папа мой сказал, вот как есть рассказывает, не гоже тебе по странам ездить, ты девочка, вот у тебя хорошо получается. Животных лечишь, птичек лечишь, вот и людей лечи. Вот так я стала врачом. Расскажите, пожалуйста, легко ли быть заведующей детского сада? София, добрый день. Спасибо, что уделила мне внимание. Знаешь, когда в детском саду такие замечательные дети, особенно вот как вы, у меня тоже 300 деток в детском саду, они, на мой взгляд, тоже самые лучшие, самые умные, самые красивые. Я работаю с такими детками, мне очень легко, и я получаю огромное удовольствие от своей работы. Основное звено модели ранней профориентации – кластерный подход. Частичное или полное погружение детей в профессию. Кластерный подход использовали на базе девяти учреждений, которые впоследствии стали социальными партнерами детского сада. За неоценимый вклад в развитие инновационной деятельности им вручили грамоты и специально учрежденные оригинальные награды. Совсем недавно мы отпраздновали самый яркий праздник – Новый год. Но вслед за ним, а именно сегодня ночью, многие россияне будут отмечать Старый Новый год. По этому случаю завтра можно сходить всей семьей на самый кассовый фильм января «Чебурашку». Добрый мультгерой полюбился и жителям нашей республики. Зачаровал сюжет картины и нашего корреспондента Альбину Ламкову. Это любимый герой детства. Новую историю доброго, мохнатого, непоседливого зверька с далёкой апельсиновой стороны трудно не полюбить. Сценарий «Чебурашки» очень трогательный, душевный. Благодаря мультяшному герою оцениваешь жизнь, ставишь правильные акценты понятиям добра и зла. Реалистичная игра делает каждого актёра ярким персонажем. И если даже роль не положительна. Шапокляк в фильме – не то, что в мультфильме. Она очаровательна. Поскольку я занимаюсь исключительно шоколадом и богатею, и жирую на этом, то, конечно же, мне не нужен этот «Чебурашка». А существует внучка. Она довольно-таки капризная девочка. Это оправданно на самом деле, потому что у неё родители на работе, и ей не хватает внимания. Она не знает, что такое любовь, что такое доброта. Причём у неё ещё и бабушка такая. Кино не повторяет слово в слово историю о «Чебурашке», которые любят миллионы. Главный его друг в фильме предстанет не крокодил, а хмурый старик-садовник с очень непростым характером. Тема интереснее наблюдать за новой историей со старыми знакомыми. Честно говоря, она сделана, скажем так, по мотивам. По мотивам взята идея, но история здесь такая, мне кажется, очень семейная, очень человеческая. Прокат фильма «Чебурашка» начался с 1 января и будет ещё продолжаться, так как спрос на его просмотр совсем не падает. «Чебурашка» произвёл большой фурор. Дети выходят и даже повторяют реплики «Чебурашки». То есть родители выходят в слезах. Это настолько приятно смотреть, когда на наши фильмы идут и смотрят с таким воодушевлением. Кино для всех и каждого. Новая история «Чебурашки» не только позволила в предновогодней суете провести время с семьёй, но и вдохновить себя на предстоящий год, переосмыслить некоторые события в жизни. Понравился фильм. Я обратила внимание, что приходили семьями с детьми, так и наше старшее поколение. Всем советую. Сюжет фильма не оставил равнодушными и самых маленьких зрителей. А кто тебе больше понравился в фильме? Я не «Чебурашка». Понравился герой «Чебурашка», Гена. Фильм был очень интересный. «Чебурашка» у разных людей вызвал всевозможные наборы эмоций. И большое количество, много положительных. Но чтобы убедиться в их правоте, необходимо лично вдохновиться сюжетом картины, окунувшись в детство, в сказку. Альбина Ламкова, Ислам Урумов, Вести, Карачаева, Черкесия. Это все весы на сегодня. Прямо сейчас смотрите «Аншлаг» «Старый Новый год». Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова